Всем привет! Мы уже довольно давно не выходили на связь, так что в сегодняшнем ролике расскажу вообще, чем мы занимались эту неделю, которая отсутствовала и что нас ждет в ближайшие дни. Раз уж мы были рядом с мастерской, то расскажу о том, чем я здесь занимался. А додел я здесь почти все рамки, точнее полностью они все собраны, все натянута везде проволока и большая часть уже наващена. Осталось наващить буквально 120, по-моему, одну рамку, всего лишь из 300. И поэтому давайте покажу, как вообще эта процедура наващивания происходит, потому что наващиваю я аккумулятором и часто до сих пор еще задают вопросы, как это вообще, что это такое процедура вообще наващивания. А наващивание это процедура приклеивания вот таких вот листов, готовых восковых, к рамке, к проволоке. Единственное, что в этом году эти листы теперь стали на вес золота. Если в том году они стоили, условно говоря, пачкой 5 килограмм 2,5 тысячи, то сейчас она стоит 5 тысяч. Ровно в два раза подорожало, а качество просто отвратительное того, что сейчас пришлось купить. Но ничего не поделаешь, это все, без этого просто невозможно заниматься пчеловодством, ввиду того, что если не делать эти готовые листы, то весной все соты, которые будут строить пчел, они будут трутневые, то есть большие ячейки, они в них будут выводить вместо пчел много трутня. Это чревато тем, что большое количество будет клеща, и вообще трутень особо там большой роли не играет. Надо, чтобы все было пчелиное. Ну что, просто кладем этот лист на рамку. В середину я втыкаю электрод в минус с аккумулятора, неважно, можно и наоборот. И потом просто прикасаемся к одной из половин. Не делаю сразу, потому что проволока из нержавейки, и не хватает аккумулятора для того, чтобы прогреть всю сразу, если целиком. Потому что из оцинкованную проволоку один сюда, один сюда, несколько секунд, и сразу все прогревается. Нержавейка же так с ней не работает. Если класть ее, если использовать на всю длину, то ничего не получится, она просто не нагревается. Поэтому вот по частям потихоньку вдавливаем, все прилипло, замечательно. Вот и все, лист никуда теперь уже с этой рамки не денется, как его там не тряси. Поскольку у меня другого места для хранения рамок нет, пришлось мне организовать стеллаж в гараже. Здесь я сделал подвесы, высоковато, конечно, только со стула получается туда доставать. Но вот здесь я уже развешиваю готовые рамки с вощиной. Потому что в прошлом году я наващивал их уже по ходу, потому что не успевал ничего. И в этом году решил, что надо заранее, чтобы они все были висели, и просто их оттуда буду брать. Ну и тем более, что у меня сейчас наконец-то соты остались целы, их мыши не пожрали, поэтому все должно быть в принципе хорошо. Раз уж мы в гараже оказались в эту неделю, много приключений произошло с машиной. Пришлось ее много чинить, потому что она старая, 2001 года, и детали там не менялись очень-очень давно, прежде чем я ее, понятное дело, купил. Поэтому первое, что случилось, это у меня заклинил тормозной цилиндр спереди, с правой стороны. Все, заклинил, просто мертво. И вот даже ничем было не расклинить, пришлось заменить. Ладно, это в принципе не критично, заменил. Потом началась какая-то большая вибрация, уже на 70-80 километров, полез под машину, крестовина полностью развалилась. Крестовина именно, которая рядом с редуктором задним. Ладно, я ее тоже заменил. В принципе тоже никаких сложностей не возникает, чтобы это все сделать простые манипуляции. Заменил крестовину, поехали, жутко начал гудеть, что-то начало сзади гудеть вообще-то, выть просто. Выло-выло, ну я, понятное дело, что не нравится мне, когда что-то здесь воет. Начал домкратить машину, искать, диагностировал, что развалился подшипник. Ступичный, ой, не ступичный, а подшипник полуоси сзади, с левой стороны. Развалился окончательно. Ну, я решил, конечно, заменить сразу все, поехали в магазин. И на обратном пути уже он настолько развалился, все шарики там треснули. С хрустом кое-как, со скоростью 30 км в час мы до дома доехали. Заменил, все, полностью заменил и с одной, и с другой стороны. Теперь все качественно. Единственное, что запорное кольцо подшипника надо разогревать до красна. Я случайно дома разогревал его на газовой плите и немножко подпалил линолеум, потому что я его нес. И оно в самый последний момент уже на выходе у меня из пассатиж выпало. Ну, не страшно, там вроде мы этот небольшой кусок собрались все равно менять, так что не смертельно. Но процедура такая, не очень удобная. На улице вообще не получалось разогреть ни в какую. Детали из-за того, что сейчас делают не с тем натягом, который надо, а он намного больше там натяг вообще. И пришлось разогревать до красна, чтобы нормально это кольцо запрессовать, чтобы не повредить саму полуоси. То есть, в общем, кто знает, у кого были Жигули первые, седьмые и у кого Нивы, тот знает, что такое замена подшипника полуоси. В принципе, ничего сложного, но часто довольно приходится делать. Ввиду того, что не найти, вообще не найти прокладок резиновых под маслоотражатели. И там еще сзади резиновое колечко. Туда я, естественно, посадил на герметик, но туда забивается грязь, жижа, вода и все это подшипники все выходят из строя. Естественно, все делал по науке, подшипники, весь вазелин, который в этих стандартных подшипниках, который вообще не смазка, непонятно что, я выковырял, вычистил и забил нормальной, хорошей смазкой. Все болтики, все гаечки я всегда теперь сажаю на графитку, поэтому у меня все откручивается, все, что я разбирал, собирал. Все задние диски, барабанные, тормоза, это все у меня откручивается просто от руки. Выходит спокойно, потому что везде смазано, везде, где задние тормозные барабаны я смазал медной смазкой. Где она прикипает, теперь вообще ничего не прикипает. Все болты графиткой, соответственно, поэтому, естественно, не так, чтобы я скажу, что я просто фанат чинить русскую машину, потому что она всегда ломается. Ну, как сказать, мне, конечно, нравится чинить машину, но все-таки основное это сделать лучше, чем было до меня. Поэтому я стараюсь сделать так, чтобы потом это как можно меньше туда лезть, потому что другие собирают так, как вот получается, что туда просто забивается вся жижа и не думают ни о чем. Так что лучше делать все самостоятельно, не в сервисе, а качественно. Так ты будешь сам отвечать за то, что ты там собрал. Переместимся в ванную, потому что здесь я тоже кое-что доделал. А доделал я раковину, наконец. Сделал под нее тумбу, полностью все ровненько. Опять же, дверцы, получается, на петлях, которые с доводчиками. Большая такая дверца. Все в единственном, в одном стиле, с предыдущей полочкой подвесной нашей, шкафчиком. И плюс, также сделал еще здесь бумагодержатель. Все сделано исключительно, старался сделать полностью именно по столярным технологиям. Здесь филеночки, все на шипы, все посажено, все склеено. В общем, все сделано максимально качественно и прочно и надежно. Теперь давайте расскажу о насущных делах, которые надо прям сделать в ближайшее время. Первое, это надо заварить трактор. Его опять порвало, опять разорвало вот этот весь редуктор. Точнее, что это, КПП, коробку передач, в общем, кусок вырвало опять. Его надо будет опять переваривать, потому что его разврало осенью. И сразу выпал снег. Поэтому я его тут так и оставил, потому что перетащить его никуда возможности абсолютно нет. Сейчас снег вроде начал сходить. Протяну сюда, попробую удлинители и буду его варить. Надеюсь, что получится это все починить, потому что трактор очень нужен. Надо много опять возить, много всего делать, земли и всего прочего. Так что пойдемте дальше, расскажу еще одно очень большое дело, которое вообще начну уже, может, сегодня-завтра. В том году я делал вот эту теплицу. В этом году надо сделать вторую, такую же. Единственное, что металл стал существенно дороже, поэтому он немножко другой. Но самые основные несущие элементы, они будут из профиля 20 на 40. А все остальные перекрестия, на которые несущественные вот эти перетяжки, они будут из профиля 20 на 20. В прочности никак это не пострадает. Но поскольку еще, понятно, снег еще не везде сошел, сейчас я буду варить сразу фермы заранее. Самое долгое, что надо делать, это фермы крыши. Сейчас покажу место, где эта теплица будет. Она будет параллельно этой, но чтобы они друг другу не мешали, не затеняли, она будет существенно, так скажем, удалена от нее. Строить я ее буду вот здесь. Здесь более-менее ровный участок. Это примерно параллельным переносом, если 15 метров от той теплицы. Так что здесь это все будет, все буду сейчас скоро рыть фундамент и делать, в общем, то же самое, что делал в прошлом году. Кирпичи те, которые мне пророчили, что они развалятся в первый сезон, никаких изменений в них нет, потому что они закрыты сверху. Но сейчас, я не знаю, кирпичи все подорожали настолько, что, наверное, я тоже буду покупать уже другие, самые обычные рядовые строительные кирпичи, чтобы делать здесь этот, выводить фундамент. Понятное дело, опять внизу бетон армированный, сверху кирпичи, а потом уже каркас. Но самое долгое, понятно, из этого всего, что надо сварить. Плюс у меня нет песка, и надо, чтобы карьер, наконец, оттаял, чтобы можно было оттуда этот песок привезти. Вот у меня металл для теплицы, вот эти профили 20 на 40, вполне себе достаточные они для силового каркаса и ферм. Единственное, что я его покупал где-то почти два месяца назад или полтора месяца назад, а может даже больше. И он уже немножко поржавел, поэтому опять придется шкурить, опять придется грунтовать и потом уже только его красить. Но я хочу сделать так, чтобы было максимально, опять же, надежно, чтобы никуда ничего не делать, нигде ничего не ржавело. Несмотря на все манипуляции, надо что-то еще хитрое придумать, потому что в той теплице все равно какие-то ржавчины есть. Даже, несмотря на то, что я сначала засверливаю полностью, когда еще поликарбоната нет, засверливаю все дырки, их подкрашиваю, но ржавеет в других местах. Непонятно, откуда вообще эта ржавчина, она просто проступает сквозь краску через это, хотя там все должно, этого не должно было быть. Но посмотрим, в этом году будем усиленно пытаться это все сделать, чтобы ничего этого не портилось. Птицы вообще невероятно как-то тут кричат, я надеюсь, слышно, потому что просто оглушительно себя не слышишь от того, как они здесь. У нас лес кругом, поэтому просто пение, это птичьи трели, они просто какие-то невероятные. На этом на сегодня все, пожалуй, всем пока-пока. Как вы знаете, YouTube скоро могут заблокировать уже на территории Российской Федерации, поэтому еще раз призываю, кто не подписался, подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен и группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Субтитры создавал DimaTorzok